дорогие друзья хочу сегодня представить вам очень простой и в то же время великолепнейший узор вот такая сеточка выполнен он за счет интересных столбиков которые я разработала узор я придумала специально для вас очень интересно смотрится вяжется просто вот хочу развернуть показать видите какие рельефные объемные красивые столбики вяжется просто просто смотрим это у нас с вами лицевая сторона это изнаночка использовать узор буквально во всем можно начинать от изготовления изделий туник кардиганов он великолепно будет смотреться как из тонкой пряжи так и более толстой спасибо что вяжете вместе со мной и конечно же не забывайте писать в комментариях что у вас получилось приступим к работе для работы я использовала пряжу сто процентный мерсеризированный хлопок крючок 1 и 4 у меня 169 метров 50 граммах вы можете выбрать буквально любую пряжу этот узор будет великолепно смотреться из тонкой и толстой нити и подобрать свой крючок напоминаю что прием этот разработан мой специально для вас рапорт ширину у нас с вами 4 петли и смотрите в этом узоре я добавлю еще две петелечки для симметрии то есть вы набираете любое количество петель четное 4 плюс 2 петли для симметрии и я добавлю по одной петли с одной и другой стороны для формирования полотна видите на можем приступить и хочу обратить ваше внимание что вы можете выполнять полотно и в дальнейшем располагать то есть вязать как снизу вверх так и сверху мне смотрите узор великолепно смотрится как вот тогда если я вижу снизу вверх так и сверху вниз то есть вот столбики они такие рельефные объемные очень хорошо смотрятся набираем цепочку напоминаю рапорт ширину у нас с вами 4 петли и рапорт высоту два ряда всего лишь два ряда то есть у нас будет ряд наших столбиков необычных и ряд полустолбиков мы с вами все рассмотрим все обязательно провяжем начинаем выполнение нашего узора с 20 воздушных петель напоминаю рапорт ширину 4 петли я буду выполнять 4 рапорта 4 умножить на 4 16 плюс 2 петли я добавляю для симметрии узора и 2 петли я добавляю для формирования полотна то есть с одной и с другой стороны по 5 по петельке всего получилось 20 я начинаю выполнять цепочку вы продолжите самостоятельно очень внимательно аккуратненько вы набираете цепочку из 20 воздушных петель я выполнила цепочку из 20 воздушных петель и начинаю выполнять ряд полустолбиков смотрите как я это делаю я выполняю две петли подъема накид на крючок и смотрите отсчитываю 1 2 3 вожу крючок четвертую петлю от крючка выполняю полустолбик далее накид следующую петельку полустолбик накид следующую петлю полустолбик и так я выполняю до конца моего ряда я завершила выполнение ряда полустолбиков и теперь могу приступить к выполнению ряда моих красивых интересных столбиков что я делаю я выполняю 5 воздушных петель чик подъема 1 2 3 4 5 выполнили работу разворачиваем и далее выполняем 3 накида на крючок вот таким образом далее очень внимательно я пропускаю первую вершинку и над следующей вершинкой я провязываю столбик с тремя накидами все очень просто раз два три или вместе выполнили далее что я делаю выполняю накид на крючок ввожу крючок в накид и нить столбика и вытягиваю придерживаю пальчиком накид ввожу крючок в накид и нить столбика вот таким образом и вытягиваю и придерживаю опять накид ввожу крючок захватываю накид и нить столбика обязательно и вытягиваю все петелечки на крючке я придерживаю вот таким образом видите аккуратненько далее смотрите я ввожу крючок вершинку следующего столбика и теперь буду провязывать на крючке по 3 петли накид точнее я накидываю нить и смотрите 3 петли далее опять захватываю рабочую нить 3 петли и далее я провязываю все петли на крючке вместе их 4 все мой столбик готов вот такая красота очень просто вяжется смотрится очень красиво и интересно далее я выполняю 2 воздушные петли и продолжаю работу 3 накида на крючок пропускаю 2 петли в третью ввожу крючок и провязываю столбик с тремя накидами давайте я повернусь возьму поудобнее и провяжу все столбик с тремя накидами готов и мы повторим с вами все то же самое то есть что мы делаем мы выполняем накид берем поудобнее ввожу крючок в накид и нить столбика и вытягиваю накид-накид нить столбика и вытягиваю накид накид и нить столбика и вытягиваю вот таким образом далее я ввожу крючок вершинку следующего столбика вот таким образом и теперь провязываю 3 петли на крючке помним до 3 далее захватываю 3 петли на крючке и захватываю все петли их было 4 вот таким образом далее опять две воздушные и так я буду выполнять свои столбики до конца моего ряда вот такой небольшой образец у нас с вами получается как я говорила 4 раппорта в ширину и видите один столбик на двух петлях я выполнила для симметрии и я завершаю вместе с вами выполнение этого ряда я выполняю три накида на крючок и смотрите ввожу крючок воздушную петлю подъема видите которая идет у меня сразу за вершинкой полустолбика и выполняю столбик с тремя накидами провязали теперь я буду выполнять ряд полустолбиков напоминаю раппорт высоту у нас два ряда то есть это мои интересные красивые столбики и полустолбики я начинаю выполнение ряда с двух воздушных петель подъема далее я работу разворачиваю здесь очень просто накид у нас нашему столбику соответствует две вершинки и я провязываю первый полустолбик и второй полустолбик далее по две воздушные я провязываю два полустолбика раз-два опять видите я покажу две вершинки соответствуют моему интересному красивому столбику поэтому я над столбиком провязываю два полустолбика раз-два и под воздушные три четыре и так мы с вами выполняем до конца нашего ряда у вас ряд может быть намного больше конечно же чем у меня я завершаю вместе с вами выполнение ряда полустолбиков и смотрите последний полустолбик я выполняю в воздушную петлю подъема это у меня пятая петля подъема видите да она идет сразу за вершинкой мой ряд полустолбиков готов и как я и говорил аэропорт высоту у нас с вами два ряда это мои красивые интересные столбики полустолбики и далее я продолжу выполнять я повторю вам как выполнять полустолбик вы продолжите выполнение полотна уже самостоятельно что мы с вами делаем выполняем 5 воздушных петель чек подъема как и ранее 1 2 3 4 5 работу разворачиваем 3 накида на крючок помним до пропускаем первую вершинку в следующий вводим крючок выполняем столбик с тремя накидами 1 2 3 и 2 вершинки далее мы выполняем наш прием то есть накид я ввожу крючок в накид и нить столбиком и провязываю точнее вытягиваю накид ввожу крючок и вытягиваю хорошо видно берите поудобнее накид ввожу крючок и вытягиваю и теперь мне остается ввести крючок вершинку следующего столбика вытягиваю и буду провязывать по 3 петли напомним 1 3 петелечки мы провязываем с вами далее второй раз провязываем 3 петелечки не спешите и еще раз провязываем все 4 петли на крючке вот такой красивый интересный столбик у нас с вами получается далее мы выполняем 2 воздушные 3 накида на крючок пропускаем 1 2 в третью петлю вводим крючок и выполняем столбик с тремя накидами так вы будете выполнять полотно на необходимую вам высоту дорогие друзья сегодня мы с вами научились связать вот такой красивый но в то же время простой узор раппорт ширину у нас 4 петли раппорт высоту всего лишь два ряда очень интересные столбики я их разработала специально для вас очень приятно скажем так они вяжутся вяжите вместе со мной получите массу удовольствия давайте я вот покажу видите да в объеме очень красиво будет смотреться как с тонкой так и толстой пряжи давайте изнаночку посмотрим присоединяйтесь пишите в комментариях что у вас получилось где вы использовали такой узор и конечно же не забывайте ставить лайки и кто не подписан призываю подписаться на мой канал спасибо до новых встреч дорогие друзья